у всех на слуху сланцевый нефть сланцевый газ это вот то что американцы стали крупнейшими там экспортерами нефти революция, ну это самая революция конечно то есть их было несколько сначала нефть добывали потом начали с кражиной вертикальной потом начали с кражиной гранитальной скважиной ли, когда начинает гидроразрыв пласта, т.е. фактически вы будете вертикальной скважиной пересекаете у вас один метр контактов скважина с нефтью, да, а если будет гранитально скважина по метр метров контактировать скважину с нефтяносным пластом. Это революция такая. А следующая революция, когда вы разорвете пласт, то есть у вас площадь скважины будет не просто площадь скважины, а площадь трещин еще, из которых будет нефть стекать. Это третья революция. По сути, исландцевая революция — это революция, в основе которой лежит гидроразрыв пласта, который придумали у нас. И, в принципе, американцы очень хорошо это использовали для добычи нефти исландцев, газа, нефти. Про сланцевый газ все знают, потому что периодически происходит на шахтах взрывы метана. Это примерно тот самый газ метан, который нужно добывать. Если мы периодически делали какие-то взрывы, то метан бы уходил в атмосферу, его можно добывать. В общем, это вот такой газ. Сланцевая нефть — вещь немножко посложнее. Есть так называемые нефтематеринские породы, в которых очень много органики. Это органика под действием температуры, времени. Она преобразовалась в какие-то геополимеры, называют их керогеном. Такое очень сложное такое соединение. Потом под действием температуры, из этого геополимера, из керогена, образовалась нефть. Эта нефть попала в маленькие поры. Эти сланцевые породы, которые, на самом деле, очень пористые. У них порость очень высокая, но поры очень маленькие. В этих порах есть нефть, которая из соседнего же керогена вытопилась. Кероген — недоразвитая нефть. Это органическое сложное соединение, полимер органический, природный. Из него образовалась нефть под действием температуры. Эта нефть перешла в очень маленькие поры. Нефть перешла. Так? Это сланцы. Если из них, в принципе, добывать нефть нельзя, потому что вы начнете качать, у них очень маленькая проницаемость. Вы пробуете сланец скважину, начнете качать, эта нефть из мелких пор не будет поступать в скважину, потому что... Ее ржать надо, чтобы пошла. Надо разорвать этот пласт, эти породы, чтобы в них появились трещины, в которые из этих прилегающих мелких пор нефть будет стекать в эти крупные трещины, и потом уже будет стекать в скважину. Вот что такое сланцевая нефть, в принципе. В таком понимании, на самом деле, это я очень просто объясняю. Там много гордаций, там есть, говорят, всякие слова придумывают новые. На самом деле, суть именно такая. Такой сланцевой нефти, именно породы такой сланцевой в Татарстане очень мало. Есть другая порода, тоже нефтематеринская порода, домонекиты называют их. Это домонековая порода, это породы известковые, кремнистые породы, сложного состава такого. Это сланец или нет? Это не совсем сланец. Чистый сланец – это глина. Это спрессованная глина. Сама глина имеет порость 50%. В глине половина – это пустота. Просто эта пустота в очень маленьких порах. Очень маленькие поры. Очень хороший песчаник имеет порость 30%, а глина имеет 50%. О, глина. Хороший коллектор. На самом деле, не коллектор. Потому что поры очень маленькие, у них очень маленькая проницаемость. То есть, в этих порах ничего не движется, на самом деле. А в печенике поры большие, они движутся, и мы можем из нее добывать нефть. А эти породы – это не глины, на самом деле. Вот эти домонекиты. В них очень мало глины. Встречаются проплавские, действительно, то, что называют сланцами. Бывают прослои такие. Но, с другой стороны, это породы тоже нефтематеринские. У них тоже есть кероген. Такие толщи есть и в Сибири. Это Баженовский свит, так называемый. Там вообще запасов, считается, сотни миллиардов тонн запасов нефти. Действительно, это так. У этого керогена еще больше запасов. Это другой уже вопрос. Есть такой объект. Это один из объектов Татарстани, который действительно надо осваивать. Дело в том, что нефть Татарстани в разных объектах содержится. Мы говорили с вами про сверхвязкую нефть. Это пример шальчинского месторождения. Это пермские битумы. Они в песчаниках, в известняках есть. Дальше лежат кармонадные породы, Карбона и Девона, которых тоже очень много достаточно вязкой нефти. Это очередной объект, который надо осваивать Татарстани. Есть нефть Девоне. Девонская нефть, песчаник, классическая нефть, которую мы добывали по 100 миллионов тонн в советское время в год. А это нефть. Это следующий объект. Это домонекиты. Это плотные породы, в которых, если есть трещины, то из них можно добывать нефть. Если в них делать разрыв, то тоже можно добывать нефть. Потому, что там тоже есть в этих маленьких порах нефть. Домонекитов огромное количество запасов. Я думаю, что очень трудно на сегодня посчитать запасы, потому, что они разные. Они распространены практически по всей территории. И в Казани есть. Домонекиты. Эти породы и в Казани есть, конечно. Я не знаю, не могу сказать, какая там мощность этих пород. Они и в Казани есть. Просто знаете, в чем проблема? Они везде разные. Литологически и по содержанию органического вещества, наверное, они достаточно похожи. Но у них разная зрелость. В одних местах из них уже из этого керогена образовалась. В других местах этот кероген остался, не зазрел совсем. В третьем месте она образовалась и ушла эта нефть уже наверх. Потому, что, по сути дела, вот та нефть, которую мы сегодня добываем, и в пермских битумах, и в Девоне, и в Карбоне, и из Девона, эта нефть, по сути дела, она образовалась в этих домонекитах. Это вот та огромная масса органического вещества, которая претерпела вот эти преобразования, и из нее вот эта вся нефть образовалась, по сути дела. И какая часть эта нефть осталась? То есть это очередной объект, который нам необходимо осваивать. Будущего, да. Будущего, не будущего. Сегодня, честно говоря, непонятно, какие запасы. Однозначно нужно заниматься этим объектом, надо над ним работать. Это наша будущая нефть. Четыре главных объекта. Если снизу эти домонекиты, Девонская нефть, значит, карбонатные породы Девона и Карбона, и пермские отложения. Да, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Вот те объекты, которые надо осваивать. Надо какие-то школы создавать. Ну, вы знаете, эти все объекты, они, в общем-то, достаточно хорошо изучены. Но каждый из них требует своей технологии, своего подхода. То есть вот, если Девонская нефть была такая, пробули вертикальную скважину, подали там, все, она фонтаном пошла, а потом заводнение, и все отобрали. Хотя здесь тоже существует масса проблем. Есть масса залежей Девонских. В Девоне, даже вот в этом классическом Девоне, сегодня огромные запасы в Татарстане есть. Их нужно разрабатывать, нужно применять новые технологии. В нефтекарбонатных породах там тоже нужны технологии. Там тоже есть способы естественной добычи, правильные, скажем, найти место, где нужно добывать ее. Вот мы на этой тоже работаем, у нас есть несколько проектов таких, проектов по геомеханике. То есть, если вы нашли место, где породы более сжатые, вы туда пробулили скважину, у нас 10 тонн будет. А если вы место, где не очень сжатое, скажем, горное давление большое, вы там получили одну тонну сутки. Это же разные вещи, понимаете? То есть, малые компании, например, они с удовольствием скажут, вот найди мне вот такое место, где вот 10 тонн дает. Пожалуйста, это можно делать, это мы делаем. Потом в Пермске, мы с вами же говорили, что там свои технологии, вот с АГДИ, то, что с парами используют, парогравитационного дренажа, то, что мы пар закачиваем, обогреваем, битом стекает, вот эта сверху, конечно, стекает скважину, мы ее добываем. То есть, каждый объект просит свою технологию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова